Здравствуйте, друзья! С вами я, Людмила Данила, и сегодня мы в программе PowerPoint от Microsoft сделаем анимацию рисунков, движения посередине между сферами, скажем так. Вот, к примеру, такой слайд у меня получился. Одна картинка сменяется другой. Итак, приступим. Я подобрала 6 картиночек, зайду в «Главное», «Выделить», «Область выделения». Область анимации я уберу, и пока я их скрою в видимость. Заходим в «Вставка», «Фигуры» и выбираем «Овал». Рисуем овал. Располагаем его вот таким образом, растягиваем, чтобы у нас получилась такая сфера. А лучше, конечно, чтобы ваш слайд был с разметкой. Для этого нажмите просто на фон, «Сетка, направляющие», и вот здесь поставьте галочку «Показать сетку», «Показать направляющие». Окей. Теперь просто скопируем его и перенесем его ниже. Располагайте так, как вам. Я, например, немножечко его простяну. Для того, чтобы видеть сам слайд, давайте нажмем правой кнопкой «Размеры положения», зайдем, «Заливка» и сделаем прозрачность 100%. И посмотрим, как у нас располагается наш овал. Допустим, так. Здесь то же самое. Допустим, сделаем видимость и опустим примерно так. Теперь добавим фон нашему слайду. Для этого выберите картинку, вставьте ее и растяните, как вам. Теперь нажму на нее, зайду «Работа с рисунком» и перемещу на задний план. Поставлю под фигуры. Выберу другой рисунок. Скопирую его в буфер обмена. Нажму на первую сферу. Правой кнопочкой «Размеры положения», «Заливка», «Рисунок или текстура», «Буфер обмена». Зайду «Цвет линии» и выберу «Цвет линии». Пусть будет нежно-голубой цвет. Также возьму немножечко крупнее линию. Можно без линии. Теперь нажму на эту сферу внизу. Левой кнопкой зайду «Заливка», «Рисунок или текстура» и «Буфер обмена». И поставлю такую же картинку. Уберу прозрачность. Сделаю смещение сверху. К примеру, так поставлю. Закрыть. Теперь эту картиночку можно просто удалить. Теперь добавим картинку, которая будет у нас передвигаться. Здесь можно тоже сделать прозрачность, если хотите. Это уже ваше дело. Итак, я ее расширю немножко. Сделаю ее крупнее. Перемещу ее за слайд. Отсюда она будет появляться и туда уходить. Теперь добавим анимацию. Нажимаем «Анимация». Добавить анимацию. Берем линии. Параметры эффекта вправо. Делаем после предыдущего, после слайда, значит. Нажму на выход картинки и перемещу ее вот сюда, посередине нашего фона. Длительность возьму 3 секундочки. Теперь опять нажму на эту же картинку левой кнопкой. Добавить анимацию. И выбираю опять линии. Параметры эффектов вправо. Начало делаю после предыдущего. Длительность оставлю 2 секундочки. А вот задержку сделаю 1 секунду. Это для того, чтобы картинка здесь остановилась и пошла дальше медленно. Теперь нажму на путь перемещения и просто перенесу начало на середину, а конец поставлю вот сюда. Просмотрим. Теперь добавим следующий рисунок и проделываем с ней то же самое. Переносим ее за слайд. Чтобы удобнее было работать, давайте отключим тот рисунок. Нажимаем добавить анимация. Выбираем линии. Параметры эффектов вправо. Делаем после предыдущего. Длительность поставлю 3. Сам путь перемещения перенесу на середину. Опять нажму на рисунок левой. Добавить анимацию. Линии. Беру параметры эффектов вправо. После предыдущего. Длительность 2. И задержку возьму. Одну секундочку. Сам путь перемещения перенесу начало на оконцовку прежней анимации. Раздвину. Перенесу выход за слайд. Появляется первая картинка. Уходит. Появляется вторая картинка. Уходит. Здесь надо прозрачность убрать. Нажму правой кнопкой. Размеры положения. Прозрачность 0. Закрыть. Таким образом можно добавить еще один рисунок. Так. Эти я скрою. Так. Добавить анимацию. Линии. Параметры эффектов вправо. После предыдущего. Длительность 2. Переносим анимацию. Раздвигаем путь перемещения до середины слайда. Нажимаем на рисунок. Добавить анимацию. Линии перемещения. Право. После предыдущего. Длительность 2. И задержку одну секундочку. Переносим начало на конец предыдущей анимации. Раздвинем. Увеличим путь выхода. И просмотрим. Так. Второй рисунок. Он у меня третий. И надо увеличить путь перемещения. Выхода. Так. Теперь можете поработать с каждым рисунком. Нажать работа с рисунком. И выбрать например какую-то рамочку. Или заготовку. Это уже на ваш выбор. Желаю всем творческих успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова